Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш Николая, моли Бога у 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 нас! Во имя Отца и Сына и Святого Духа! Аминь! 31 августа. Память святого Геннадия, патриарха Константинопольского. Святой Геннадий воспринял престол Константинопольского патриаршества после святого Анатолия. Анатолий патриаршествовал с 449 по 458 год. В царствовании императора Льва Великого, 457 по 474 год. О богу угодной жизни его свидетельствуется в книге, называемой Лимонарь. В сей книге преподобные отцы Сафроний Иоанн повествует так. Пришли мы, говорят они, в Кеновию. Кеновия от греческо общего и жизнь. Называется общежительные монастыри, в которых братья содержатся за счет монастыря, и взамен того предлагают свой труд на общую пользу монастыря. Пришли мы в Кеновию, называвшуюся Салама, отстоявшего от Александрии на девять поприщ, и нашли там двух старцев, бывших прежде пресвитерами церкви Константинопольской. Эти пресвитеры поведали нам о блаженном Геннадии, патриархе Константинопольском, что он был весьма кроток, соблюдал чистоту телесную и отличался воздержанием. Говорили о нем и то, что многие причиняли ему великие неприятности из-за одного клирика, весьма много согрешавшего по имени Хорисима. Этот клирик служил при храме святого мученика Елеферии, и о нем говорили, что он не только проводит жизнь в лености, нерадении и нечистоте греховной, но ходит на разбой и занимается волшебством. Призвав этого клирика, патриарх начал увещевать его отечески, исправляя его духом кротости, но видя, что он оставался неисправимым, повелел слегка наказать его. Когда же тот продолжал быть неисправимым, и наказание не действовало на него, патриарх послал одного из слуг своих в храм мученика, при коем находился Хорисим, умолять мученика, чтобы он сам исправил бы или отсек от церкви преданного грехам клирика своего храма. Посланный, придя в храм, встал перед алтарем и, простерши руку ко гробу мученика, сказал, «Святые мученики или ферии, патриарх Геннадий возвещает тебе через меня грешного, что клирик Хорисим, служащий в твоем храме, совершает многие беззаконие и творит соблазны, посему ты или исправ его, или отсеки его от церкви». После этого на другое утро Хорисим был найден мертвым. Отсюда можно видеть, сколь угоден был Богу и святым его, блаженный Геннадий, ибо слово его, обращенное к святому мученику через посланного, было в скором же времени услышано и исполнено на деле. При всем святом Геннадии был построен в Константинополе храм в честь святого Иоанна, предтечи Господне, некоторым сенатором по имени Студием, пришедшим из Древнего Рима. Был устроен также и монастырь, названный Студийским по имени сенатора Студия. При всем монастыре был учрежден чин неусыпающих. При патриархе Геннадии Экономом церковным был преподобный Маркиан. Этот Маркиан, сняв с себя последнюю одежду, отдал ее нищему. И видели этого преподобного Маркиана, имеющим царскую порфиру под Филонью, как о том повествуется в житии его 10 января. При всем же патриархе подвязался и святой столбник Даниил, коего он рукоположил во пресвитера. В одни святого патриарха Геннадия в Константинополе совершилось такое чудо. Один иконописец осмелился написать образ Христа Спасителя по подобию языческого бога Зевса, и тотчас иконописца постигла наказание Божие, ибо рука его, осмелившаяся изобразить в таком виде Господа, иссохла. Он же, ощутив на себе столь скорое мщение Божие, поспешил к святейшему патриарху Геннадию и принес ему покаяние, исповедуя перед всеми с плачем грех свой. Святейший патриарх помолился о нем ко Господу и исцелил руку его, так что она стала здоровою, как и прежде. Святой патриарх Геннадий имел обыкновение не поставлять в пресвитеры желающего до тех пор, пока он не выучит наизусть всю псалтирь. Ибо сей великий архиерей Божий ревностно заботился о строгом соблюдении чина церковного. Он сознавал, что сей чин только тогда мог быть исполнен тщательно, когда все священники и клирики будут научены книжному разумению и возмогут понимать разумно Писание Божественное. Ибо пресвитер, не обученный книгам, не мог бы учить иных, не мог исправлять и наставлять на путь спасения, не зная сам спасительного пути. На таковом сбываются слова Христова «Может ли слепец вести слепого? Не оба ли упадут в яму?» Святой Геннадий созвал в Константинополе поместный собор, отчасти для искоренения ереси Евтихиевой, отчасти для благоустроения церковного. На этом соборе была запрещена симония, мздоимство, распространившаяся среди архиереев. Святой Геннадий охранял веренное ему словесное стадо 13 лет. Он приставился ко Господу в царствование того же Льва Великого. Святой Геннадий патриаршивался с 458 по 471 год. Святому Геннадию приписывается несколько богословских сочинений. Геннадий Миссалийский замечает о Святом Геннадии. Муж красноречивый, острого ума, так был обогащен чтением древних, что до слова объяснил пророка Даниила, сочинил и много бесед. Все эти сочинения ныне неизвестны. До нас зашло только окружное послание его против симонии, утвержденное на соборе 459 года. Не задолго до дня кончины своей, когда Святой Геннадий молился ночью в храме, ему явилось некое страшилище демонское. Святой Геннадий отогнал сие страшилище знаменем чеснага креста. Дьявол, убоявшись знамения креста, бежал, причем сказал, «Я ухожу отсюда совершенно и не буду причинять здесь никому зла до тех пор, пока ты жив, но после смерти твоей приду опять и буду всяческими способами смущать церковь, увлекая на погибель многих». Святой Геннадий, проливая непрестанные слезы до дня смерти своей, молился ко Господу, дабы он сохранил церковь свою, так, чтобы она была не одолена вратами адовыми. И подобно тому, как при жизни своей он был усердным ходатаем ко Господу в Святой Церкви, так и по представлении своем воссылает от Церкви свои непрестанные моления, предстоя вместе с прочими святыми иерархами главе Церкви Христу, владыке нашему, коему вместе со Отцом и Святым Духом воссылается слава вечно. Богу нашему слава во веки веков. Аминь. Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала.